Но даже наличие водительских прав не гарантирует, что человек не окажется в аварийной ситуации. Тем более 12% автолюбителей при Байкале признались, что купили данные удостоверения. С помощью опроса выяснили аналитики сайта drom.ru. Согласно исследованию, каждый десятый россиянин ездит по купленным правам. Чаще всего их приобретают в Москве и Питере, а вот на Камчатке таких добросовестных водителей меньше всего. Но любой автомобилист может стать хамом на дороге. Очередная подборка нарушений на дорогах при Байкале ждет вас далее. Некоторые автомобилисты на дорогах региона иногда подражают героям фильмов. Сразу двое почитателей «Форсажа» решили устроить гонки прямо по двойной сплошной, лавируя между потоками машин. Удивительно, но обошлось без столкновений. Наверное, практики много, и это не характеризует их с положительной стороны. Следующий водитель за рулем кроссовера, возможно, поклонник хоррора «Поворот не туда». Вот он едет по ряду с указателем «Только прямо». И вдруг решает, что нужно срочно сворачивать направо, и подрезает автора ролика. Скорее всего, автохам даже сам не понял, какое правило дорожного движения нарушил. Нарушил правило и очередной автомобилист, скорее всего. Недавно посмотрел фильм «Красная точка», вот и увидев запрещающий сигнал светофора, помчал вперед. Не смутили его ни пешеходы, идущие по переходу, ни соседние автомобили. Только такая невнимательность может дорого обойтись, и отмотать все назад, как в кино, не получится. Если и вы стали очевидцем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. Самые интересные покажем в эфире.